Продолжение следует... А вы в курсе, что центральный район города Сочи – самый небольшой по площади, но, безусловно, имеет важнейшее значение в его социально-экономическом развитии? Это и деловой центр, и центр культуры, и центр притяжения тысяч и тысяч туристов. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятва. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. До конца 2015 года остается не так много времени, а значит, настало время подводить итоги. И о том, каким был этот год для центрального района города Сочи, мы сегодня поговорим с исполняющим обязанности главы центрального района города Сочи Андреем Терещенко. Андрей Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, в сочинской администрации вы человек не новый, но на должности исполняющего обязанности главы района вы находитесь с мая 2015 года. И вот, назначая вас на эту должность, глава города Анатолий Николаевич Пахомов отметил, я процитирую, в районе нужен заинтересованный хозяин, который будет контролировать все направления жизнеобеспечения. Согласны ли вы с этой формулировкой? Конечно, согласен, потому что главе города Анатолия Николаевича виднее. И действительно, я очень долгое время работаю в системе муниципальной службы, и работал в центральной администрации, и работал в городской месте с главой. И вот именно 1 мая было принято такое решение о назначении меня исполняющим обязанности главы администрации центрального района. А какие задачи вы перед собой поставили решить в первую очередь? Вы знаете, скажу честно, получилось так, что май у нас был очень активным месяцем, весь год, 15-й, проходил в рамках 70-летия Победы. Было очень много мероприятий запланировано, начиная от вручения всем ветеранам, которые входят в эту категорию граждан, медалей, адресной помощи, материальной помощи. И заканчивая, конечно, этими всеми крупными мероприятиями, которые мы проводили на всех мемориалах, на всех памятниках, посвященные именно этому великому празднику. Скажу одно, что только в центральном районе проживают более полторы тысячи ветеранов, которым была оказана конкретная помощь. Это и подарки, это и внимание, и, конечно, самое главное, оказание той помощи, которая непосредственно была нужна каждому из ветеранов. Кому-то был сделан ремонт, кому-то была оказана помощь в подключении либо газа, проводка, освещение, то есть уборка и придомовой территории, и помощь ветеранам, которые проживают одинокие, проживают в своих частных домах. Эта работа продолжалась не только в мае, она продолжается весь год. И буквально последнее мероприятие, которое завершающее в центральном районе, это было «Дню города» подарок. Ну и, конечно, к 70-летию это мы установили бюст нашего известного героя Советского Союза Сьянова. Мы установили в художественном музее. Все категории граждан, скажу честно, были задействованы в данном мероприятии. Я уже не буду говорить о тех мероприятиях, сколько проводилось праздничных, массовых мероприятий. Многие ветераны получили и оздоровление, и в здравницах, и в здравницах города, всего города Сочи. Вывозили на все знаковые крупные мероприятия, проводившиеся в Олимпийском парке. Многие, кто по состоянию здоровья могли принять участие, также были приглашены на Красную Поляну, где участвовали, осматривали все то, что было сделано непосредственно к Олимпиаде. Ну и вас очень часто можно увидеть на улицах города. Вы проводите такие обходы совместно с Анатолием Николаевичем Пахомовым. Для чего нужна эта работа? Вы знаете, я с главой соглашусь в одном, и всегда он прав в этом направлении, что глава, вся администрация района, которая не владеет ситуацией, не находится непосредственно в местах проживания, в местах, где находятся наши гости. Это, как можно сказать, что мы не видим ничего. Потому что сидя в кабинете, конечно, ты не знаешь, где что происходит, где нужна помощь конкретных служб, где нужно просто произвести несанкционированную уборку, свалок и всего остального. Потому что хоть район, он самый небольшой по протяженности, но он самый крупный. У нас проживает более 150 тысяч человек в центральном районе. То есть вы понимаете, какая плотность проживания на один квадратный метр, да? И, конечно, у нас наши микрорайоны все в центральном районе, у нас у них 7. И, конечно, гостевая зона. Гостевая зона, в которой находятся и жители, в которой находятся и гости курорта. И основное направление – это, конечно, благоустройство, оселенение, освещение, доступность этих мест. Для того, чтобы любой человек, который видит, который приезжает, он сразу обращает внимание, он сразу идет куда? Он сразу идет либо на набережную, к морю, либо смотреть те достопримечательности, которые у нас есть в центральном районе. Я уже не буду говорить ни о парках, ни о скверах. Все это общий комплекс, а это вся прилегающая территория. Любой человек, который приезжает, он также, если даже где-то обедает или ужинает, это все равно связано с центром, это все равно связано с близкой расположенностью к морю. И к тем, можно сказать, объектам, про которые мы говорим. И основное направление, конечно, это ухоженность, ухоженность в центральной части. Благодаря Анатолию Николаевичу была сделана прекрасная набережная. Прекрасная сейчас у нас, мы ее тоже называем набережная улицы Новогинской, где работает фонтан. Эта площадь уже называется площадь флага, на котором прекрасно смотрится флаг нашего города. Любимое место для прогулок, туристов и жителей города. И любимое место, конечно. Я вам скажу, что с самого утра и заканчивая поздной ночью, люди очень активно находятся на этой набережной. Это говорит о том, что здесь есть и возможность и для велосипедистов, и для детей. Буквально в этом году, я хочу сказать, что вообще в центральном районе только в этом году мы построили новых 8 детско-спортивных площадок. И одна из них, я думаю, вы обратили внимание, это шикарная площадка, которая построена возле администрации города Сочи, где детки именно маленького возраста могут прекрасно и поиграть. И она соответствует всем нормам безопасности, прорезиненное покрытие, все необходимые для этого возраста тренажеры, качели, все там есть. Рядом прекрасный фонтан. И вот даже сказать, что нам повезло с тем, что сегодня какая прекрасная погода, идя к вам сюда в студию, я обратил внимание, сколько все-таки людей с внуками, с детьми просто прогуливаются, получают удовольствие. А при наличии хорошего сервиса, при тем, что сейчас открывается много всяких кафешек, где можно на свежем воздухе выпить чай, кофе, скушать вкусный бутерброд или пирожное, эта набережная очень достойно смотрится и просто необходима нашему городу в данном направлении. Понятное дело, что администрация города большое внимание уделяет санитарному состоянию, благоустройству и делает очень много для того, чтобы город был идеально чистым. А что делают для этого жители? Какую работу вы проводите с сочинцами, чтобы они поняли, что это их дело тоже содержать город в чистоте и в порядке? Вы знаете, вы абсолютно правы, что мы сейчас говорили о городской среде, да, о городской среде, это то, что делается за счет бюджетных средств муниципалитета, за счет начальников управлений, которые закреплены за улицами, которые ежедневно совместно со своими подразделениями, со своими управлениями выходят, помогают очень активно в том, чтобы городская среда была достойна и ухожена и красива. Что касается работы, непосредственно связанной с придомовой территорией, мы ее так назовем, да, конечно, эта работа связана с нашими советами территориального самоуправления, с председателями, с домкомами, с квартальными. Задача показать, как есть и как возможно, а возможно намного лучше. Для этого не надо особо никаких, сказать, что сверхъестественных затрат. Это коллективная собственность, где людям просто необходимо жить одной семьей и понимать, что да, у нас, понятно, что социальный статус людей, он разный, но возможность привести в порядок свой подъезд, конечно, возможно. Для этого нужно купить несколько банок краски и покрасить его. Возможно ли привести придомовую территорию в порядок? Да, конечно, возможно. И скажу, что честно, и администрации города Сочи, мы регулярно устраиваем большие субботники, на которые приглашаем и домкомов, и РЭО, говорим только об одном. Мы окажем любую помощь, начиная от вывоза этого мусора и заканчивая полностью там перчатками, ну, инвентарем, который необходимо для уборки. Только выходите, наводите порядок для того, чтобы эти кварталы были так же, смотрелись хорошо, как и город. Все это зависит от людей, понимаете. Очень обидно, когда люди говорят, а вот у нас так, а у нас только так, потому что это ваша собственность. Вы каждый собственник, вы коллектив, и вы просто, на мой взгляд, не то, что мы их тому говорим, они обязаны заниматься прилегающей территорией для того, чтобы все у них было хорошо. Ну и давайте поговорим еще об облике центрального района города. Он очень изменился, благодаря Олимпиаде появилось такое понятие, как архитектурный облик, единый стиль города. Поддерживается ли сейчас эта концепция, и вот будет ли меняться еще облик центрального района с точки зрения, может быть, архитектуры? Конечно. Вы абсолютно правы, что в преддверии Олимпиады была большая работа проведена и в центральном районе, и во всех районах, где это именно единый архитектурный облик, про который мы говорим. Что такое единый архитектурный облик в понятии муниципалитета? Это наличие однообразных, ну, есть определенный департамент городской среды, который разрабатывает по каждому уже объект, который давно находится. Есть предложение по каждому объекту, где архитектор-организатор, непосредственно закрепленный за центральным районом или за какими-то определенными улицами, он дает свои предложения собственнику данных объектов о приведении своего объекта к единому архитектурному облику, чтобы он смотрелся достойно на фоне всего того, что сделано в районе. На данном моменте такая работа продолжается ежедневно. Это совместно с сотрудниками администрации центрального района, архитектор-организатор выходит поулично, непосредственно дает макет, как это должно было выносить, с четкими сроками обозначения выполнения данных объектов. Скажу честно, что все это связано с тем, чтобы мы не собираемся эту работу заканчивать. Я думаю, что и в 2016 году, и в 2017 году она будет продолжаться. Понятно, что те объекты, которые строятся новые, они уже будут соответствовать данной стилистике или данной тематике, только потому что все это проходит уже через департамент. А те люди, которые сами изъявили желание, сейчас очень много людей действительно обращаются с просьбой выдать данный эскиз для того, чтобы либо оформить землю под своим участком, либо еще что-то. И эта работа ведется непосредственно. Но и также, скажу честно, будем заставлять всех выполнять эту работу. Потому что это облик нашего города и центрального района, это очень важная работа, которая не останавливается. Еще в городостроительстве появилось такое понятие, как зоны особой ценности сейчас выделены, в которых точечная застройка будет запрещена. Есть ли такие зоны в центральном районе? Ну конечно, если такие зоны в центральном районе, конечно, есть. Это именно вся наша парковая зона, начиная, давайте просто так, чтобы зрителям было понятно, это от моря и заканчивая курортным проспектом. Это первая такая зона, где вообще не будет допускаться никакого строительства, если даже реконструкция каких-то объектов, то в рамках той этажности, которая есть. Соответственно, после курортного проспекта идет дальше зона. Тоже очень много ограничений, связанных с застройкой. И чем дальше, грубо говоря, G2, G3, G4, G5, все это уже можно зайти на сайт Департамента архитектуры и посмотреть конкретно, где что, чего можно, где нельзя. Поэтому для каждого это будет очень удобно. Человек будет понимать, что как бы он ни хотел, но здесь будет допустимо только то, что написано в градостроительных правилах застройки. И это будет помогать нам бороться, наверное, с самовольным строительством? Ну, конечно. Во-первых, на этом самовольное строительство и закончится. Потому что на этапе строительства уже и никто не сможет не выдать ни разрешения на строительство, ни просто даже как бы, даже не то, что разрешение на строительство, а я думаю, что таких людей, у которых как бы есть лишние деньги, выброшены просто в пустоту, я думаю, таких людей уже мало. Поэтому это будет запрещено. Ну, еще один вопрос, который волнует всегда и жителей Сочи, и тех людей, которые сюда приезжают или на работу, или в торговые центры, это вопрос парковки. Он всегда стоит остро, но в последнее время, конечно, решается уже достаточно хорошо. Каких мы добились успехов в этом вопросе? И научились ли вот сочинцы парковаться уже по правилам? Вы знаете, я скажу, что центральная часть, абсолютно правильно вы говорите, что центральная часть, она сама по себе небольшая. И привычка наших людей, наших гостей, да, подъезжать прям ко входу, вот прям чуть ли не заезжать там, либо в магазин, либо на набережную, конечно, она сейчас изменилась. Парковок, парковки в центральном районе есть, начиная от муниципальных и заканчивая частных парковок, и двухэтажные есть парковки, и плоскостные парковки, и к морю ближе, и дальше, ближе к железнодорожному вокзалу. Все это есть. И также сейчас очень хорошо налажена система муниципальных парковок, где человек подъезжает, оплачивает небольшую сумму за нахождение своей машины, да, и, соответственно, может перемещаться. Наличие, допустим, 50 рублей в час, я думаю, что это цены нормальные, тем более для людей, которые ездят на машины. Скажу, что научились ли парковаться? Я думаю, что все очень быстро научились парковаться, как только финансовые затраты за неправильную парковку превратились в головную боль. Тех людей, которые раньше могли заехать на газон, могли заехать на дорогу, могли просто бросить посреди проезжих частей свои машины, не думая о том, что ездят и машины скорой помощи, и пожарная служба, и службы САХа по уборке города. Я думаю, те люди, которые так себя вели, они закончили, потому что есть четкие правила, начиная от протокола сотрудника дорожной патрульной службы и заканчивая эвакуацией, да, и поверьте мне, я так слышал и знаю, что эта сумма в районе 5 тысяч рублей, потому что там идет штраф и плюс эвакуация, и если человек очень богатый и хочет сделать вызов обществу, пожалуйста, хоть через каждые 20 минут можно парковаться, но это будет очень дорого. Ажиотаж, конечно, есть, особенно в летний период, когда приезжает много гостей, да, это, конечно бы, увеличение именно перехватывающих парковок или возможность того, чтобы отдыхающие оставляли машины, отдыхающие, кто приезжает, оставляли машины и перемещались на общественном транспорте либо на железнодорожном транспорте, конечно, это в идеале. Центральная часть, она, не скажу, что обладает широкими дорогами, вот, но я вам скажу, что даже в летний период, в этот летний период, с учетом того, что приехало к нам очень много отдыхающих, это было много мероприятий, вы сами, я думаю, знаете, это были и фестиваль Башмета, и акваджаз Юрия Бутмана, и в первый раз в этом году в Центральной части мы принимали первое такое крупное мероприятие, «Новая волна», которая проходила на Северном Малу. Не было особо затруднений с пробками, не было, потому что просто при грамотной организации дорожного движения, при вовремя эвакуации тех, кто все-таки еще не знает правила нахождения в городе Сочи, все нормально. Конечно, расширение, увеличение возможно, но мы должны понимать, что центральная часть, уйти в горы мы не можем. То, что здесь наличие, да, и, на мой взгляд, достаточно при правильной организации, достаточно, конечно, и парковок, и парковочных мест. Андрей Викторович, время нашей передачи подходит к концу. Хотелось бы в ее завершение, чтобы вы подвели итог нашей беседы и назвали несколько основных направлений, по которым, как вам кажется, на которые нужно будет сделать особый акцент уже в новом 2016 году. Вы знаете, на мой взгляд, то, о чем мы говорили, да, это ежедневная работа. Также однозначно будем проводить работу по выявлению нестанционированных подключений, наведению идеального санитарного порядка в центральной части, городская среда, озеленение, цветовое оформление. Скажу также о том, что главой города поставлена задача и по световому оформлению ночному центральной части города Сочи. И сейчас, в преддверии Нового года, конечно, это новогоднее украшение города. Это елки, это снежинки, это разное, именно то световое оформление, чтобы оно радовало глаз и жителей города Сочи, и всех, кто к нам приедет на Новый год. Я вам скажу, что мы уже давно после Олимпиады стали городом, который не только в летний период посещают наши жители, но и круглогодично. Это соответствует тому, что у нас построились очень крупные, хорошие отели, располагающиеся в центральной части. Хаят, Рейдисон. И, конечно, приезжает очень много людей, просто подышать свежим воздухом. Тем более, расстояние от Сочи до Поляны, оно незначительное, поэтому многие выезжают и на снег. И хотелось бы, конечно, чтобы те гости, которые к нам приезжали, обратили внимание, что Сочи и зимой такой же прекрасный, как и летом. Скажу, что также в этом году была сделана ситуация упор на центральную набережную, где после штормов была завезена галька для того, чтобы увеличить, конечно, площадь побережья. Возможно, скорее всего, в зависимости от того, как пройдет у нас зима, будет эта работа продолжена в следующем году. Также продолжим работу по благоустройству прилегающих территорий совместно с управляющими компаниями, с жителями города Сочи. И пожелать всем хорошего наступающего года 2016-го, чтобы все, что мы делали, мы делали всегда вместе. И всем удачи, здоровья, благополучия. Ну и вам хотелось бы тоже пожелать удачи в вашей непростой, очень сложной и очень такой полезной работе. Спасибо. Спасибо большое за интересную беседу. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был исполняющий обязанности главы центрального района города Сочи Андрей Терещенко. И вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова